...выбирать неконечно Доровского района на значат. Им является действительность надежды на премию. Мы вас поздравляем и все же пожелания провести сейчас, в ближайшее время, обе заседания. И, соответственно, выбрать руководство. Спасибо. Я прошу не ходить во время заседания. Я прошу не ходить во время заседания. Так, я вынесу на премию в следующий раз. Я вынесу на премию в следующий раз. Да, как вы, в больном боль. Я делаю замечание, в следующий раз я просто вынесу кому-то перерываться, прийти с царапи, с вашей беседой. Я с нетерпением жду этой беседы. Мне кажется, и вы ее ждете тоже. Конечно, конечно. Успокойтесь, время, Геннадий. Хамское поведение, оно не здесь такое? С чьей стороны? С чьей стороны хамское поведение? Итак, коллеги, продолжаем. Вот именно. Итак, переходим к формированию, к осмотрению следующего вопроса. И к формированию территориальной избирательной комиссии за ТОПЕРВАМАССКИ. Уважаемые члены комиссии, избирательные 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 комиссии за ТОПЕРВАМАССКИ. Утвержденное число членов комиссии 8 поступило 9 предложений. ТОПЕРВАМАССКИ. От имени рабочей группы в нашем предложении проголосовать за указанное постановление. Спасибо. Светлана Валентиновна. По состоянию на 5 ноября 2015 года назначены ли к проведению какие-либо выборы на территории ЗАТОПЕРВАМАССКИ? Нет. Скажите, пожалуйста, кандидатура долгих Антона Витальевича внесена с соблюдением установленных законным требований? Кандидатура Антона Витальевича внесена в общественную организацию, в течение общественной деятельности. Мы говорили сначала о моем вопросе, а как предыдущий вопрос. Очень подробно. Вы каждый раз говорите, что отвечали, но на самом деле ни разу не ответили. Хорошо. Предусмотренные законом, установленные законом, федеральным законом, законом Кировской области, соответствующим требования при выдвижении кандидатуры для назначения в состав территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, соблюдены при выдвижении кандидатуры долгих Антона Витальевича? Антон Витальевич, еще раз могу прочитать. Нет, я знаю, что читается, но я же вам ответила. У меня еще есть вопрос. Есть, есть. Скажите, пожалуйста, если долгих Антон Витальевич будет назначен членом данной избирательной комиссии с правом решающего голоса, по состоянию на 5 ноября 2015 года будет ли нарушен закон? А почему члены комиссии позволяют себе комментировать мой вопрос, и председательствующие на это не реагируют? Это сейчас не Самоделкина отвечала. У меня еще вопросы есть. У меня еще вопросы есть. У меня еще есть вопросы. Все записывается. Хочу еще раз вам напомнить, уважаемые коллеги, что в соответствии с регламентом со статьей 38 председатель имеет право решить слово без предупреждения членом комиссии, который нарушает регламент. А сейчас переходим к голосованию. Вы предложение не позволите внести по данному вопросу? У меня были предложения. У меня предложение по вопросу, а не по проекту постановления. У меня предложение не по данному проекту постановления, а по вопросу в целом, который рассматривается в настоящий момент. Итак, в целях соблюдения прав всех субъектов движения, кандидатур для назначения членами данной территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, вношу 9 предложений, 9 самостоятельных предложений. Позвольте, вы что, лишаете меня права предложения внести? Ирина Геннадьевна, я сам определяю, какое предложение мне вносить. Я сам. Что значит другие? Вы кто здесь определяет, какие предложения вносить, какие нет? Ирина Геннадьевна, вы не позволяете мне предложения внести? У меня есть предложение. Госпожа председательствующая, у меня есть предложение. Блестящее нарушение регламента. У меня есть предложение, которое пытается сейчас озвучить Антон Витальевич. А вы откуда знаете, какое я предложение пытаюсь озвучить? Ирина Геннадьевна, как можно представить проект постановления, если количество кандидатур внесенных больше, чем численный состав комиссии? Именно потому, что невозможно заранее определить, кто из девяти будет восемь назначенных, и необходимо проводить голосование по каждой кандидатуре в отдельности, чтобы вы все присутствующие это понимали. Я надеюсь, здесь есть люди, которые это прекрасно понимают, но возразить вам не в состоянии. У меня предложение. Вношу на рассмотрение избирательной комиссии Кировской области для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Затопера-Вымайский кандидатуру Борцова Сергея Дмитриевича. Предлагаю назначить Борцова Сергея Дмитриевича председателем территориальной избирательной комиссии Затопера-Вымайский и требую проведения голосования по данной кандидатуре. Спасибо. Так, сначала берем за основу, а потом по кандидатурам, которые там есть запредложения с Владимира, потом запредложим за основу. Итак, за основу мы проголосуем. Нет. Ставлю вопрос на голосование за основу. Голосуем. Кто за? Против. Продвижавшихся? Нет. За основу. Теперь предложение станет. Голосуем. Кто за? Против. Продвижавшихся? Нет. Проходит она, тем не менее, голосуем за предложение Голгорода Николаевича. Кто за? Против. Продвижавшихся? Нет. Понимается первое подражание голосом в целом. Кто за? Против. Продвижавшихся? Нет. Итак, председателем предприятия избирательной комиссии Кирконовского района. Ирина Геннадьевна, у меня предложение отпускать тех людей, кто назначен председателем. О формировании территориальной избирательной комиссии Кирконовского района. Итак, Ставьте. Уважаемые члены комиссии избирательной комиссии Кирконовской области поступили предложения по кандидатюрам в состав технической комиссии технического литра. Утвержденное число членов комиссии 7 удело 8 предложений. Такой членов просмотрелось и указывает предложение по кандидатуре и предлагает председателем формировать механизмы обназначенные в составе Ленову Николаю Леонидовичу, Вагану Талитану Викторовну, Аранцову Галину Анастину, Хожеву Належу Николаевну, Ютру Главу Анатоновичу, Политического Алексея Алексеевича, Соломину Галину Леонидову. От имени рабочих руков наше предложение принять . А после как начинка? Светлана Валентиновна. Скажите, пожалуйста, в ходе заседания рабочей группы, которая рассматривала данные кандидатуры, голосование по тем кандидатурам, которые сейчас предложены к назначению проходило списком или отдельно по каждой кандидатуре? Вы можете не комментировать? Хорошо. Скажите, пожалуйста, по состоянию на 5 ноября 2015 года назначены ли на территории муниципального образования Кихтурский район или муниципальных образований, входящих в данный муниципальный район, ой, в данное муниципальное образование, какие-либо выборы? Кандидатура долгих Антона Витальевича внесена с соблюдением установленного законом порядка? Причем на этот вопрос, вам будет предыдущий вопрос. Причем здесь предыдущий вопрос. Следующий вопрос. Я требую ответа по существу в соответствии с федеральным законом Ирины Геннадьевны, поэтому я требую ответа по существу.